Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, вот поступил вопрос о том, что у нас, батюшка, разделение, часть священников поминают патриарха, но их преследуют, запрещают, те, кто не поминают, те и другие осуждают друг друга. Что делать? Видимо, это вопрос с Украины поступил. Сейчас идет у нас сложнейшая ситуация такая, но она разрешится, конечно. Тяжелейшая духовная ситуация. И там и здесь люди в смятении, особенно там в Украине, они неверно информированы, у них неоткуда черпать информацию о целях военной операции, что происходит, почему происходит. И люди начинают с ненавистью, с агрессией относиться к русским людям, к русской православной церкви, к предстоятелю церкви Святейшего Патриарха Кириллу. И по этой причине, по идеологической причине ненависти перестают поминать патриарха. Другие же боятся, например, и я их всех понимаю, тех и других, и третьих, боятся, что предстают автомат к голове, выкинут из храма и забьют, посадят в тюрьму. И это все происходит в Украине, там действительно сажают священников. И есть, да, конечно, канон, что если человек не поминает представителя церкви, то он фактически находится в расколе. Собственно говоря, по каноническим правилам украинская церковь православная, она где-то вот уже в этом состоянии находится. Но есть два подхода в духовной жизни. Есть канонический подход и экономия, то есть снисхождение. И сегодня уже такое время у нас духовно расслаблено, страшное, такие тяжелейшие искушения, испытания, что по каноническим меркам мы не всегда можем подходить к духовной жизни, к людям, предъявлять вот эти вот требования, которые были вполне себе предъявляемы к людям первых веков христианской жизни, или первого тысячелетия христианской жизни, или даже вот до 17-го года. Тогда каноны, конечно, исполнялись людьми, и не было таких тяжелых искушений. Сейчас, ну, просто жизнь тяжелейшая духовная. Поэтому никто не говорит о вот этих нарушениях, которые совершаются в украинской православной церкви, понимая, в какой она страшной, тяжелой ситуации находится, и фактически уничтожают. Те батюшки, которые продолжают там упоминать патриарха, это подвиг исповедничества настоящего. И каждый из них для нас пример мужества, стойкости, что под угрозой, под опасностью быть репрессированным, попасть в тюрьму, на мучения, и просто быть убитым, они продолжают упоминать патриарха. Но, опять же, подвиги духовные мы не всегда можем совершать по святости, но и по гордыне. И это видно в осуждении. То есть, если кто-то кого-то осуждает, то я думаю, что это, конечно же, грех и глухонное заблуждение. Вот я стараюсь не осуждать тех людей, которые не поминают патриарха и священия. Я понимаю, что патриарха в Украине. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это антиканонично, но я и понимаю, как страшно сейчас в Украине все происходит. И дай Бог хоть что-то сберечь. Поэтому Бог милостив, и все это наладится, все с Божьей помощью. Бог поругаем не бывает, и церковь Христову уничтожить невозможно. И тот, кто поднял пяту на церковь, он погибнет. И то государство, которое старается уничтожить православную церковь на своей территории, на своей святой земле, на которой это государство находится, до государства падет. Вспомните Византию. Предали православную веру, отказались от православия. И Византия, крупнейшая империя Америки, даже мечтать не приходится о такой власти над миром, которую имела Византийская империя. Она просто пала, потому что предала православие. Поэтому старство православия не устоят, их не будет. Батюшки все покаятся, а осуждать никого не надо. Ни тех, ни других, ни третьих. Всех надо любить, и всех надо молиться об их спасении.